Многие люди считают американских полицейских слишком агрессивными, но это не так. Часто стражам порядка приходится сталкиваться с ужасными ситуациями, в которых они проявляют себя добрыми и отзывчивыми людьми. Особенно это касается случаев с детьми. В округе Франклин, штата Огайо, в полицию позвонил неравнодушный прохожий, заметивший в людном месте маленького мальчика. Мужчина сказал, что ребёнок находится совершенно один, без сопровождения взрослых. На местонахождение мальчика выехал офицер Стив Даннам и убедился в правдивости информации. Рядом с магазинами и аптекой он действительно заметил мальчика с мягкой игрушкой. Полицейский поинтересовался, что малыш тут делает, сколько ему лет и зачем нужна улица плюшевый мишка. Ребёнок ответил, что ему 7 лет и он продаёт игрушку, чтобы купить хоть немного еды. Из дальнейших расспросов Даннам узнал, что парнишка не ел уже несколько дней, но дома есть нечего. Увидев полицейского, мальчишка испугался, что его накажут. Сначала ребёнок очень нервничал, но когда полицейский накормил его в ресторане быстрого питания, парнишка успокоился и поехал в полицейский участок. Там он перекусил ещё раз вместе со стражами порядка. После этого ребёнок довольный сел за просмотр мультфильмов, а по адресу его проживания выехала полицейская бригада. Выяснилось, что в доме находятся ещё 4 брата, спасённого от голода малыша. Прибыв на место, полицейские были в шоке. Оба родителя были дома и мальчики тоже. Им было 11, 12, 15 и 17 лет. Но в квартире стражи порядка увидели страшную грязь. Куча пустых бутылок из-под спиртного, протухшую еду в распахнутом холодильнике и полчища тараканов. Повсюду стоял стойкий запах кошачьих испражнений и немытых тел. Мамаша заявила, что они не заметили, как младший ребёнок выскользнул на улицу, а беспорядок остался после детского праздника накануне. Полицейские пришли неожиданно и родители просто не успели убраться. Видя состояние квартиры, стражи порядка совершенно ей не поверили. Все мальчики были отправлены на попечение к родственникам. Родителям предъявлено обвинение по оставлению в опасности детей. Мать писала заявление в полицию и посты в социальных сетях о том, что её дети якобы были настолько сыты, что даже отказались от пищи, которую предлагали полицейские. В ответ ей посоветовали больше любить своих детей. Пока родители не исправятся, братья будут находиться у родственников. Папе с мамой запрещено контактировать с ними любым способом. Начальник полиции Рос Уитмен заявил, что очень горд поступком своих подчинённых, особенно Стива, сумевшего разговорить мальчика и накормить его. А сам полицейский ответил, что всегда относится к таким малышам, как к родным. Потому что у него тоже есть дети. Начальник сказал, что для его полицейских это обычное человеческое отношение, которое проявляется к людям каждый день. Просто сегодня случилось так, что об этом узнала и пресса. Полицейские заявили, что прихожане и священники местной церкви заняли сбором средств в помощь братьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Стражи порядка надеются, что в конечном итоге у мальчика в жизни всё наладится. А сами они заслуживают только уважения за то, что выполняют свою работу на все 100%. На этом сегодня всё. Делитесь этой историей с друзьями и близкими. А также подписывайтесь на канал, если вы ещё не с нами. До скорого!